Роль всему голова. Инспекторы технического надзора ГИБДД периодически проводят проверки исправности рулевого управления транспортных средств, которые передвигаются по нашим дорогам. В центре внимания обычно оказываются большегрузы и автобусы. В среду очередной рейд прошел на одном из самых загруженных автобусами транспортных узлов города на привокзальной площади. Здравствуйте, госавтоинспекция Ивановской области технический надзор на полицию. Проводятся специальные мероприятия. Будьте добры, транспортные документы и сейчас будем проверять рулевое управление, в данном случае автобуса. Рулевой люфт измеряют специальным поверенным прибором. Одну его часть цепляют на колесо автобуса, другую на руль. Гаджет высчитывает градус, на который поворачивается руль, пока колесо остается неподвижным. Допустимые значения 20 и меньше. Все, что свыше этого – нарушение. Для более точного измерения проводится порядка трех-четырех измерений. Прибор фиксирует именно средний результат. Люфт чаще всего возникает вследствие износа деталей при длительной эксплуатации транспортного средства. Это как раз про автобусы. Ежедневно по многу часов они проводят в движении. Не всегда механики транспортных предприятий ответственно подходят к диагностике автобусов. И возникает опасность для пассажиров и других участников движения. Этот автобус сразу привлек внимание инспекторов своим, мягко говоря, несвежим видом. Но оказалось, с управлением здесь все в порядке. В данном случае средняя люфта составляет 12,75. Что допускается? А вот что не допускается, так это ездить с неисправными ремнями безопасности и выпускать такой автобус на маршрут. В данном случае ремень безопасности. Привстаньте, пожалуйста, сначала. Не работоспособен, ввиду того, что он зафиксирован металлическим предметом самореза. Будет составлен административный материал. Также в отношении должностного лица. В отличие от предыдущего автобуса, от этого подвоха сразу не ожидаешь. Выглядит как новый. Но проверка показала, что на самом деле это не так. Произведено три замера в настоящее время. Средний люфт 43,75. Что превышает допустимые значения. Превышение почти в два раза. Это означает, что колесо реагирует на поворот руля со значительной задержкой. Теперь заплатить за проезд придется шоферу. И тем, кто допустил работу такого автобуса. При нарушении данного пункта штраф грозит водителю 500 рублей. А также задержание транспортного средства на штрафстоянку. На должностных лиц от 5 до 8 тысяч рублей. У неисправного автобуса теперь новая конечная остановка. Его заберут на штрафстоянку. В дальнейшем транспортное предприятие сможет забрать его. Но только для проведения ремонтных работ. Когда время, данное на устранение неполадок истечет, инспекторы приедут в автопарк перевозчика и приведут замер снова. Только если прибор покажет допустимые значения, транспортное средство сможет вернуться к работе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.